здравствуйте друзья мы со светлой отправляемся на пирс там много всяких магазинчиков я хочу купить все шапку нормально на смысле красивую кепку такой а то давайте правда прохладно вот ведь мы так холодно мы так утеплились зима ну не надо так говорит солнышко светит но ветер холодный я думаю хочу действительно может уже застудишь так я хотел вот у меня подарили зрители света не надо это подарок значит даренные шапки значит в уши не смотрят короче друзья идем в магазин идем мы по улице никого не трогаем солнышко ведь солнышко светит но как-то вообще сегодня не было жарко но тут к вечеру сами понимаете да вот ветер с океана дует и как красиво чек вообще довольно странная знаете как бы странно вот это вот это все вот это немножко странно похоже на то что похоже да тоже так каменюками все заложили да друзья такая нынче жизнь в каменный век возвращаемся вот смотрите друзья какие бывают дома что-то даже мне это напоминает избушку на курьих ножках а крыша у нее железная неужели это металл как ты знаешь очень странное сооружение очень маленький а зачем его такая крыша с другой стороны но полон вообще сам фасонистый он это он так вот так спонтом сделан вообще-то он очень может быть это не дома просто детям там поиграться ну да вот это гараж это другого дома гараж но вот друзья вы видите избушка на курьих ножках хотя уж чего могу показал интересно получается пальмы у людей растут цвет хочешь чтобы у нас пальма росла это ты имеешь ввиду в саратоге подожди 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 не едет ну и чего как с пальмами то наше отношение слабо и неплохо потому что не развода эти вот нижние листья их нужно обретать то есть требует ухода пальма он лишь у нее нижние листья и не лохматыми надо стричь собаку стричь надо пальму стричь надо купоны купоны света сами тоже не отстригутся понимаешь все надо стричь так дальше так и назовем сюжет все надо стричь вот смотри какой интересный антураж кошка сидит моя я думаю неужели люди вот так реально вот на этих креслах там сидят а могли бы сидеть пиво пить или там чай когда тепло не сидят мы идем по необычной улице мы по ней никогда не мы никогда по ней не ходили до пройти на пирс пешком на самом деле минут 10 ходу недалеко дойдем до океана потом вдоль океана пойдем на пирс пешком эта улица мне кажется даже тише чем то по который мы обычно ходим совсем на ней ничего не происходит вот друзья смотрите стоит дерево дерево общественное она не одно и тут много это общественные деревья они никому не принадлежат вот можете подойти и собирать апельсины вот никто не собирает они гнусно осыпаются вот лежат под землей на землю под ногами под ногами лежат на земле под ногами да никто не собирается не собирает ничего слушай а здесь красивые того вообще друзья легко заметить что чем ближе к океану подходишь впереди океан тем дороже дома красивей что неудивительно земля дороже чем дороже земля тем обычно дороже строительство потому что на дешевой земле дворцы никто не грохает а смотри викторианское что-то не исключено в принципе город построился от океана это правда во-первых от океана вторых это было еще начало прошлого века там строение мы видим там где карусель 1906 вот они такие есть единственное что конечно народ обсуждает сколько может стоять до долго могут деревянные строения или при том что возле океана абсолютно этот и посмотри на него ну конечно надо реставрировать надо подкрашивать требует ухода тут наверное участки большие то вот эти сосны громадные может они когда-то маленькими были когда все это дело только начиналось а какой домик симпатичный но я честно говоря викторианский стиль не люблю потому что она снаружи так смотрится миленько а внутри очень такое все тисненько маленькой такой совсем прям ну мы не знаем как они его переделали может быть там внутри все очень здорово вообще вот наши люди которые жили в европе где-то и теперь живут в америке они сравнивают и говорят что в америке конечно попростернее будет чем где бы то ни было в европе что в англии там крохотулечки квартирки и люди ютятся просто совсем некуда я помню когда мы вот приехали там и в лондон и в париж на мне куда-то даже было чемоданы положить до гостиницы были очень тесными да это правда комнаты и квартир тоже очень тесно то есть вот это вот наши американские масштабы да со встроенными шкафами когда человек как уже эту часть комнаты так я вот отсюда покажу очень красивое место вот прямо отсюда я сейчас ребята раз потом два я сейчас камеры буду на воду и сжать немножко очень красиво а так вот в америке все-таки уровень жизни такой что дома изначально строились достаточно просторными да вот мы смотрим последние лет 50 и не всегда мы смотрим даже дома построенные сороковые годы до нашей сегодняшней точки зрения это были маленькие там она после после военных после военных там две спальни и один гараж и один туалет стало быть но тем не менее там спальни все приличного размера там есть living room там есть кухня вот там них не все такое уж так уже повернуться негде она да это две спальни и продается дом да это две спальни и один гараж но это все-таки там есть место просторно вот и соответственно в америке нам потребуют все-таки большой жилой площади мебель вся довольно-таки большая да очень трудно зрители многие когда мы показываем как мы строим дом они говорят коридорчик узкий мебель не пройдет нет у нас ты не узкий коридор как у нас расскажи полным-полно домов где трех трехфутовый коридор это нормально считается коридор если он не очень длинный это нормально это сколько три фута это метр но но почти не если маленький он не не употребляет длиной да это нормально а с мебелью как люди управляются ну то есть мебель строится так чтобы можно было в метровом коридоре и и протащить или там раскручивают они делают мебель они думают на дело в том что мебель то сборная и частями заносит редко когда что-то прям от 1 не нужно нанести целиком а кровать она разбирается какая пальма грустно еще и кривая кривая да а дом такой вот тоже гостиничка на небольшая а может и частный дом а это современное жилье мы тут как-то снимали ты помнишь да тут как-то этажи немерено как как это ты чё 3 да если снизу ну да мы снимали там квартирку опенхаус был а вдоль берега идут гостинички вот это все мотельчики и из этих мотельчиков из окон виден океан красиво вообще бы этой части санта вот так впереди уже там такой туристические места гостиницы гостиницы и старые дома тоже переоборудованы под гостиницу очень красиво правда да ну и тут же этот самый вот бордвокс с аттракционными американскими горстками далеко не самая лучшая часть города вот какие домики смотрите красиво скажи свет вот они красиво покрасили да смотри вроде старинное здание но они вот так покрасили здорово как то что справа зашение как быть а-ля старинное с фондом а вот это да действительно викторианский байк гостиничка вот уже начинается пирс вы видите океан пирс знаменитый бортвок это улица там аттракционы и итак я вам забравшись на некоторый холмик я вам так показываю что вокруг тут делается вот тут заезжает автомобиль и здесь можно заехать и запарковаться можно так вот пляж опустел естественно аттракционы работают я вижу там какие-то качели раскачиваются я не знаю узнаете ли вы светлана это светлана вот и океан светлана и океан что ты цапля ой такие да цапля сейчас мы ну пусть маленькая друзья пусть маленькая слушай действительно на какая-то неужели это цапля а чё тут делать рыбу ловит да 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 то есть там было что выклюнуть там партик какая-то собралась сейчас посмотрим на выходе из бара тут площадка а мы вот с этой стороны пришли я вам говорил гостиницы и мотели на как на высоком таком обрывистом берегу стоят и вот оттуда мы с вами только что и пришли узнаете друзья не успели бы моргнуть глазом а мы уже дома снова стемнело тут хотя не так поздно в общем у нас есть несколько головных уборов пакетик куплено все в одном месте прошли мы весь этот фишеренбор пешком 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 да и туда и обратно и в общем там много магазинчиков но в одном в итоге в одном мы прикупили сразу несколько вот я вам показываю вы можете высказаться вот что больше так вам нравится значит это такое хаки интересный стиль такой да так типа кепки похожая но в других цветах она такая мне кажется более светленькая легенькая у тебя есть какой-то хорошая хорошая такой у нее зольдат такой милитаризованный у нее стиль и две такие трикотажные значит одна это потому что сегодня холодно было сегодня холодно да для ушей значит одна вот так там написано independent да independent это такая компания которая делает скейтборды что то такое можете я ошибаюсь если есть у нас скейтбордисты то они скажут а другая тоже independent но повеселей мне кажется она повеселение ну она подходит к этой куртке во всяком случае к этой куртке и вообще тут с оранжевым замечательно в общем друзья вот так мы вышли за одно погуляли за одно деньги потратили и если знаете вот как бывает что скажем в жизни человека кушать нельзя так можно что-нибудь на голову надеть лишнее счастливо ну 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 Субтитры подогнал «Симон»